о пошла сверлим сверлим на сквозь сверлим делаем на сквозь компактный для смартфона значит одно отверстие мы мы не сняли видео но но еще два отверстия будем сверлить насквозь как она как называется эта штука рих рих для смартфона так смотри давай сверли сам чтобы я не на руку это подержу ты уже прошел труба прогибается вот просверлилась хорошо хорошо так следующее так теперь смотрим да нормально как дергается был бы толстый металл так по моему среднее отверстие the best остальные как попала особенно первое мне кажется они шире стали чем чем это сверло чем 5 миллиметров а эти штуки ты взял штуки вы прикручивать ну что получилось в общем вот так это будет вот так сверху будут микрофон надо зайти внутрь шумит сверху микрофон и освещение будут ну пока три это не обязательно что три ставить я скорее всего буду здесь по бокам это просто запасное дело может одно чуть по центру здесь у меня есть такой крепеж обхват трубы для смартфона потянет а для для зеркалки конечно нет там вес сумасшедший она будет во все стороны падать ну и скорее всего я может ну почему трубный будет вес слушая скорее всего так буду и снимать выставлять немножко под лом потому что вот так для рук неудобно для рук где-то вот так будет удобно снимать можно будет крутить вертеть по всякому поэтому он очень удобно даже так можно будет держать поэтому это удобнее чем держать смартфон в руках руки грязные так бы взял бы показать одной рукой трусятся а вот так намного стабильнее если решили сделать ручки одна рука идет допустим в одном этом как его но они друг друга балансируют уж они по-разному трусятся они друг друга да и угол ну рычаг больше поэтому будет удобно если вот так но это уже для зеркалки конечно еще было для зеркалки можно будет здесь сделать площадку или отвести консоли чтобы она не по не падала должен быть удобно да ну так давил сильно то и прогнулась попробуйте попробую на вот эту штуку да и повиснуть на ней уже алюминия согнулся на 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 хватит она посмотри не перегнуть там перегнул обратную сторону видишь здесь так смотри здесь вниз здесь вверх здесь вниз все сейчас подрезаю и попробую приставить к упору на выставлять до сюда чтобы она не скользила не люблю когда скользит да так что рих вещь конечно удобная я себе сделал это два года назад или кота и уже не помню из дерева еще моды такой не было то еще дни наверно никто ничего даже не и не думал такое делать ну блин ну я уже я почувствовал что это очень удобно из бумаги сделал из картона кстати надо будет как-то снять видео за это хотел снять видео в начале сняли а потом общем она куда-то делась стерлась или еще что такое как это на этом риге еще можно будет в гонке всякие самолетики играть ну да удобно из картона просто он такой да для домашнего использования а этот паять пришлось ну то есть там быстро все делается посидел с ножиком вырезом с вот таким вот ножиком или ножницами а этот риг его ну вот для более такого профессионального использования нужно было кинуть в сумку ничего не сломалось да лучше было конечно делать размером с в середину можно было вставить планшет тогда можно будет планшеты хуже снимают да планшеты вообще отстой снимают я же рассчитываю на планшет планшеты хорошо только звук передают все остальное у них как-то очень плохо это вот самая дешевая камера да печалька одно слово эти планшеты ну а что я хотел сказать и не тяжелый и он получается не тяжелый где-то грамм 250 ну так на вскидку я точно не могу сказать можно еще конечно поспиливать вот эти лишние лишнюю толщину чтобы облегчить эту модель ну и трубу можно высверлить в середине вон там у тебя вода и всякое такое или брать без алюминия ну в общем можно сделать что угодно как угодно что угодно вот такие рильги значит сверлили перфоратор с насадкой для сверл просто так сверло нельзя вставить должно быть сверло со специальным таким переходничком под перфоратором под бой так называемый он называется я забыл как называется этот переходник ну в общем вот такая штука должна быть вот такая вот хвостик такой должен быть я забыл как он называется для четверки что там такое короче не имеет смысла вспоминать так что перфоратор еще не очень удобная штука она болтается но в принципе работать можно чем угодно даже вручную сверлить приставить лучше чем ничего да лучше чем ничего и гвоздем можно просверлить и паять можно тоже над огнем в общем выдумывать можно что угодно главное чтобы руки росли с той стороны с правильной ну что Артем доволен работать а покрасить красить будешь да вот же я мою руки запачкается вот я помою просто протереть да обмыть я бы не советовал запачкается опять руки запачкаются значит было принято решение покрасить эту это устройство вот такой вот краской какая то это автомобильная малька для жигулей была да вот написано lada 3 и 5 или 30 ну в общем какое то там число там внутри шарик находится для того чтобы не образовывалась пленка и эта пленка потом мешает покраске надо чтобы она все была хорошо равномерно перемешана профессиональные покрасчики те которые занимаются длительно этими делами разогревают в горячей воде тут по моему где-то должно быть указано нагрева больше 50 вот нагреваете значит до 50 градусов аккуратно естественно написано на солнце нельзя нагревать ну можно положить конечно попробовать мы же не долго и главное чтобы вот эта штука не вылезла наружу вот этот донце снизу если она начнет вылазить значит все все плохо так положим ну мало краски может и бабахнуть кто его знает оно ж от чего зависит от большого объема газа или от большого давления неизвестно в общем так положили но желательно конечно накрывать стеклом все можно делать в разных вариантах так вот как что-то там обезжириваешь или что да протирают пыли то у тебя карандаш там клей был вообще да в этот покрашенный он будет выглядеть конечно немножко по-другому не так по-простяцки как сейчас а вот ну чтобы не бросалось в глаза что это сделано своими руками или где-то там придется где-то наверное копеечку какую-то заработать ну может быть может быть сейчас все сложнее стало зарабатывать и так как появились много-много все у кого есть проволочка что вы скажете продел загнул и все сильно даже не надо загибать все можно воду сейчас поискать найти заодно а в смысле лазоходство да конечно можно краска осталась красивая машинка да так в принципе и на этих на покрасочных заводах тоже так делают проволочки вешают на крючок или ставят на три гвоздика где-то в тени надо чтобы ветер не из-за этого а вот вот кстати были разные варианты покраски я подставки под микрофон красил да вот подставка под микрофон это машинка по-моему да да все сюда машина вот еще подставка я три банки красил да три банки переворачивал краски не хватило то я докрашивал вот такой цвет зеленый зеленый будет да да а это сзади меня тут ветер я отойду чтобы меня не это быстро прокрашиваю потому что будет стекать особенно первый слой да первый слой это как ну этот грунтовка да подожди подожди пусть немножко подстынет немножечко снизу теперь поверни его ниже возьмись за крючок давай я помогу перехватиться и так вот проведи одну полосу видишь оно уже потекло просто сделай такое волевое движение раз так вниз да вот так вот так вот так хорошо так теперь с другой стороны где то вот тут допустим вот тут прокрасить вот так волевое движение сверху вниз раз промазал немножко ну ничего о вот хорошо то же самое желательно это делать в безветренную погоду чтобы оно там более равномерно ну так получилось не делай вот так ты когда останавливаешься в том месте больше получается краски нужно проводить от начала до конца получилось да вот как сейчас и с этой стороны не переворачивай ну ты же уже со стажем всегда делай всегда делай какие то движения которые проходят дальше чем деталь тогда оно покрасится без вот этих потеков вот тут внизу еще так сейчас может подсохнуть оно уже подсохло полностью нельзя чтобы высыхало дальше чем деталь самая большая ошибка это когда останавливается на углу и потом возвращается там в том месте получается больше краски поэтому образуются потеки деталь должна краситься раньше начинаться краситься и заканчиваться позже это кажется бред бредовым но на самом деле так и есть вот там сверху ты газ выпускаешь такой крутится ну да в лаборатории мне было бы наверное легче теперь внимательно посмотри вот с этой стороны переверни еще 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 вот это да сдувает конечно теперь все посмотри внимательно со всех сторон вот тут осталось так словил да вот почему зеленку запретили продавать потому что она летит не в ту сторону у тебя майка зеленая скоро будет не на фоне стены нельзя потому что стена будет зеленая там где кушать не ну везде будет лететь там уже там почти все докрасилось посмотри где места где пропуски и все и не останавливайся проводи мимо детали ты все время останавливайся на детали вроде тебе жалко краски начинать раньше вот тут у тебя вот видишь да вот это правильно начинаешь раньше и заканчиваешь позже детали потому что переделывать потеки это намного сложнее чем один раз нормально покрасить не делай не делай так близко ну и все так смотрим еще раз в тени надо смотреть чтобы бликов не было вот тут и все я не вижу по крайней мере еще раз прокрути хорошенько вот вот надпись будет еще долго видно можно не закрашивать надпись вот да с этой стороны вот так ну давай и надо заканчивать потому что садится батарейка еще раз вот так ну что можно считать готовым не вешай потому что сердца ржавчина будет сыпаться подержи немножко оно долго будет высыхать ну это дольше чем тут же можно было в пакет хвасте забирать какую-то ну то что было то что наключить ну в общем так вот нельзя сказать что идеально но по крайней мере вот с такого расстояния с метро уже не видно что покрашено основной вопрос лучше чем было да лучше чем серого цвета непонятно какого ну не будем уточнять скажи заключительное слово я еще до сниму момент как я одену ручки может какой-то утеплитель окончательное слово и сниму финальный вариант посмотрим как будет в конце